Мачу-Пикчу Мачу-Пикчу Список же новых чудес света его внесли только в 2007-м. Муравьеды – это животные, питающиеся белыми муравьями, которых обычно называют термитами. Они предпочитают их в пищу, потому что у них нет зубов. У этого животного очень маленький рот, а язык, похожий на червяка, может достигать длину 30 см и покрыт липким веществом. Когда муравьед видит термита, он высовывает свой длинный язык. Термит прилипает к языку, и он его заглатывает. Большинство термитов строят свои жилища из глины, который под жарким солнцем превращается в камень. Поэтому природа наделила муравьеда сильными передними лапами и длинными когтями, которыми он ловко вскрывает термитники и добывает свою добычу. Одна из самых страшных и безжизненных частей Сахары является Ливийская пустыня. Барханы в ней образуют настоящие цепи гор. Между ними простираются плоские долины, покрытые песком или голым камнем. Вода, которая приносит редкие дожди, сразу уходит под песок или испаряется. Там, где среди барханов есть низины, редкие дожди образуют мелкие озерца. Вода не уходит в песок, ее задерживает глинистая пленка. Но не успев пойти пару дней, вода испаряется, а глинистая пленка растрескивается и скручивается в трубочки. Нередко Мачу-Пикчу называют «Город в небесах» или «Город среди облаков», потому что он чудесным образом вписывается в ландшафт. Крыши зданий имеют треугольную форму, из-за этого кажутся частью открывающегося пейзажа. Этот город является не только шедевром архитектуры, но и инженерией. Для того, чтобы такое построить, надо было обладать широчайшими знаниями геологии, экологии, топографии и астрономии. Для строительства города использовали естественные склоны. Современный человек не может себе представить, как строился город. Камни, из которых строили здания, перевозились из далеких каменоломен. При этом необходимо было их спустить по глиняным склонам. Для этого использовали бревна. Затем приступали к шлифовке. При этом эта работа выполнялась настолько идеально, что сегодня в Чили между камнями нельзя просунуть лезвие ножа. По величине она не уступает Европе со всеми ее островами и располагается от Атлантического океана на западе до Нила на востоке. От Средиземного моря на севере до озера Чад на юге. Сахара – это имя не одной конкретной пустыни, а собирательное название ряда пустынь, связанных единым пространством и климатическими особенностями. Поверхность и ландшафты пустыни очень разнообразны. Здесь мощные горы с вершинами до 2,5 тысяч метров и каменное пустынное плато с глубокими каньонами, равнины, покрытые песчаными барханами, котловины с глинистой почвой, слины и озера, а также цветущие оазисы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok